Наконец-то! Вышла новая 230-я глава манги Ван Панчман. И на этот раз я здесь, и не намерен больше пропадать. Не буду тянуть кота за хвост, давайте сразу перейдем к обзору главы. На обложке нас встречает обновленный Генос, который явно готов сразить всех монстров. А на первой странице мы видим, как Флэш допрашивает поверженного монстра, спрашивая о боге монстров. Но он ничего о нем не знает. И тогда Флэш задает ему следующий вопрос. Где все выжившие монстры? И, к примеру, вот такие. И показывает офигенный рисунок Монако, которая после окончания битвы с Айтамой и Гару куда-то пропала. И сейчас Флэш ищет ее. Так как она одна из тех людей, точнее, существо, которое с ним и с Айтамой контактировали с богом. Поэтому он ее и ищет. А еще он подумал о том, чтобы привлечь к поискам и Сайтаму. Он эпично расправляется с монстром, который хотел втихаря его атаковать и красиво ушел за Сайтамой. Далее мы видим мастера в майке, который после арки с монстрами приводит себя в форму. Его ученики в восторге от своего наставника. Оказывается, немало маячников перестали быть героями после битвы против ассоциаций монстров. Они просто боялись за себя и ушли. И именно дух слабых физически людей нам сейчас и продемонстрируют. Познакомив нас с этими героями С-класса, которые решили стать маечниками после того, как увидели мастера в майке на поле битвы. Хоть они сейчас слабы физически, но духом сильны. Вот мораль этой истории. Будь силен не только телом, но и духом. Далее нам показывают... Да черт возьми, это же Феникс! Да, это тот самый Человек-Феникс, который в конце второго сезона улетел, схватив Гарроу. А еще в манге он дрался против ребенка Императора. Он помогает детям перейти дорогу. И для них это обычный аниматор. Он видит ребенка Императора, после чего они заходят в кафешку и садятся за один столик. Феникс взял чай, а Император сок. Он рассказывает ребенку о том, что он ослаб и превратился в цыпленка после того, как потерпел от него поражение. Он говорит, что больше не сможет вернуть старую форму. И он остался таким. У ребенка Императора под столом сюрприз, который ждет Феникса, если он что-то выкинет. Но тот просит его успокоиться, что больше угрозы он не представляет. В данный момент я просто редкое существо, пытающееся найти себе место в этом обществе, делая добро. За окном появляются детишки, которые безумно рады его видеть. Он махает им руками в ответ и улыбается, а затем говорит, что доволен своей работой и делает глоток чая. Ребенок Император, зачем ты здесь? Оказывается, ту информацию о темных делах ассоциации слил именно Феникс. И ребенок удивлен тем, что все это было правдой и просит его рассказать ему все в мельчайших подробностях. И в ответ к Фениксу, который сделал глоток чая, также выпивает свой сок, показывая, что он намерен всерьез. Эта сцена такая забавная, учитывая, что он пьет еще из трубочки. Ладно, давайте продолжим. Темноблеск после битвы против ассоциаций монстров потерял веру в себя. И что бы он сейчас ни делал, он не видит в этом смысла. Он настолько пал духом, что боится следующей битвы, которая может произойти. Он отпускает руки и сдается. И за этим наблюдает мизаки, переживая за него. Очень его жаль. Мне реально грустно видеть его таким. Надеюсь, он скоро придет в себя. И вновь будет блестеть. Далее мы видим, как люди в панике бегут от деревянных монстров, которые зовут себя лесной народ. Они блокировали все пути отхода, не давая людям сбежать. Но тут появляются герои цель и байклассов, которые прикрывают эвакуацию людей из города. Их захватывают корни деревьев. И тут вмешивается мастер в майке со своими маечниками. Но затем появляется их босс. Лесной король, который моментально захватывает их. Неужели вы, жалкие людишки, думали, что я позволю вам сбежать? Уровень опасности. Драконии. Я лесной король. Лесной король крепко хватает своих жертв и созывает свою армию, чтобы они съели этих людишек. Испепеление. Происходит мощнейший взрыв, который сметает всю армию лесного короля с лица земли. Все герои в шоке и не понимают, что это было. Но тут из-за дыма эпично появляется Генос. Теперь я могу сражаться с монстрами драконьего уровня. Надо попросить учителя еще раз сразиться со мной. Но перед этим... Я уничтожу тебя! Генос с легкостью уничтожает монстра драконьего уровня. И после сразу идет домой к Сайтаме, чтобы похвастаться своим новым апгрейдом. Сайтама замечает это. И Генос с радостным лицом сидит и ждет момента, чтобы попросить его кое о чем. А тут мастер в майке с остальными качается, чтобы стать еще сильнее. Ибо только что они потерпели поражение. И на этом 230 глава завершается. Вау, вот это да! Глава настолько офигенная, что я назову ее офигенной главой. Тут несколько начал очень интересных сюжетных линий. И я вам все напомню. Флэш ищет информацию про бога монстров. А еще он ищет Монако. Так как она тоже, как Сайтама и он, контактировала с богом монстров. И если другие герои найдут ее раньше, естественно, они от нее избавятся. Поэтому он решает идти к Сайтаме, чтобы он помог ему. Дуэль Человека Феникса и Ребенка Императора продолжается. Тут кроется не только это, но и все тайные дела Ассоциации Героев. Что именно они скрывают? И есть ли у них информация о Сайтаме? Это очень интересно. И, наконец-то, новый костюм Геноса, который явно очень силен. Все мы видели, как он только что с легкостью уничтожил монстра драконьего уровня. Интересно, сразится ли с ним Сайтама? И насколько сильным окажется Генос? Мы узнаем все это в следующих главах. Да, и еще, в сети ходят новости о том, что Мурата, возможно, возьмет перерыв. И следующая глава выйдет где-то через месяц. Информация не точная, но вполне вероятная. Так что, если вдруг через две недели не выйдет глава, знайте. Мурата где-то выпивает свой сок из трубочки, как ребенок-император, и отдыхает. Что ж, если вам понравился мой обзор, поставьте лайк этому видео. Вы очень меня поддержите. Огромное вам всем спасибо, друзья. Ну а с вами был Аниманка. Всем пока.